Инспекция в школьную столовую. В качестве ревизора глава города Владимир Шарыпов. Городоначальник выбрал 33 лица и попал в самый час пик. Позавтракать пришли учащиеся среднего звена. В меню сегодня рыбный шницель, бифштекс, курица в кляре. Из салатов – цезарь. Мэр сразу решил спросить мнение потребителей, нравится ли. Какая большая еда нравится? Ну, то есть, что вы любите там есть? Макароны. Макароны. А вот фруктовые салаты, овощные салаты, как регулярно появляются? Ну, да. А часто? Ну, не так уж, не очень. Но бывает. Школьная еда должна быть калорийной и питательной, насыщенной витаминами, сбалансированной и вкусной. Условий много, отсюда и проблемы. В этом учебном году наметилась тенденция к сокращению количества тех, кто получает комплексное питание. Кушает в школе 84% школьников. С детьми я когда пообщался и задал простой вопрос о том, что когда вот они просто фруктовый салат последний раз видели, они не смогли вспомнить эту дату. То есть, мы предполагаем, что это было давно. И встает опять же вопрос, да, об эффективности использования денежных средств, бюджетных. И в этом, конечно, вопросе надо разбираться. Речь о 40 миллионах рублей, которые городской бюджет выделяет на питание школьников начального звена. Зашел глава города и на кухню, посмотрел процесс приготовления и спросил у директора, есть ли проблемы. За еду в учебном учреждении отвечает комбинат школьного питания. Именно там составляют меню и согласуют его в Роспотребнадзоре. Каждый день есть одно и то же. Не хочется. Должно быть питание разнообразным. В такое время, когда идет заболевание гриппом, необходимо, чтобы в рацион питания включали такие блюда, которые носили бы какую-то вот такую витаминную нагрузку. Сами школьники в еде не особенно привередливы. Рассказывают, главное, чтобы все было теплое и свежее. Столовая чистая, кормят еда разнообразная, курица, рыба, котлеты. Ну, все, в принципе, вкусное. Тараканов нет. Ну, не хватает, конечно, не хватает в буфете нам чипсов, сухарика, вот этого всего не хватает. Это мороженого не хватает совсем. Посещение столовой – это только практическая часть программы главы города. Впереди теоретическое – заседание с директорами школы, представителями комбинатов питания. Вместе будут решать, как сделать так, чтобы столовские харчи одновременно нравились родителям, детям и чиновникам.